Здравствуйте, мои дорогие! Бог стучится в сердца людей, и Его мир обращен к нам множеством примеров высоты. Это и подвижники, и книги, и фильмы, и музыка, и героизм, и жертвенность, и искренность. И все это говорит нам удивительное рядом. А человек отвечает на это, но оно запрещено. Отвечает так и снова, в который раз идет заниматься своим нелюбимым делом, чтобы заработать денег на жизнь, которую он втайне от себя считает недостойной того, чтобы ее прожить. Слово «романтик» по вине носителей этого свойства стало значить «мечтатель», который видит, что людское общество ложно, но ничего не делает для исцеления людей, и даже для своего счастья. И все же радость Духа Святого – это то новое счастье, которое не приходит в ветхого человека. И таким романтиком можно противопоставить рыцаря, который не сочетает в своей жизни нытье с бездействием. Восхитившись сказками Толкина, человек получает особенный удивительный стимул к тому, чтобы в этом мире что-то сделать, чтобы действовать, чтобы начинать. Я тоже восхитился этими сказками еще где-то, наверное, в школе. И потом шесть лет ездил на ролевые игры, общался с толкинистами, и все это время искал, чтобы кто-нибудь спел в моем присутствии эльфийские песни. Что такое эльфийские? Попробую объяснить это на примере. Классический английский поэт Хаусман, когда его попросили характеризовать поэзию, сказал, что собака-терьер не может дать определение крысе, которую ловит. Но, добавил Хаусман, покажите терьеру крысу, и собака не ошибется. И поэт добавил, так же и я. Я не могу дать определение поэзии, но я точно знаю, где она есть и где ее нет. Основание высокого искусства – это всегда его благодать. Это смысл и суть всей настоящести. И определение ей дают святые богословы. Благодать – это собак. Таким образом, когда я говорил в школе и в университете об эльфийских песнях и желал этих эльфийских песен, то я имел в виду, конечно, не примитивные кричалки с ворчалками, не всевозможные перепевы, пот и мотивы на что-то, которых много в любой молодежной среде, не только в толке низкой, и среди хиппи, и среди панков, и среди рокеров. Но я имел в виду те песни, в которых присутствует Бог, выражая себя в неповторимой и драгоценной для меня тональности сказке. Точно так же, как, допустим, если человек любит рок-музыку, и если он высок сердцем, то понятно, что он будет любить город золотой, любить серебро Господа моего, а не какие-нибудь... Сказка дает пережить человеку, что у добра есть реальные основания, которые больше и важнее любого зла. И поэтому, я думаю, я и стремился к сказке с самого детства, ведь жилось мне в детстве и в юности очень трудно. И все же, несмотря на боль и огорчение, я знал, что красота, истина, добро живут в этом мире, пускай в моем доме ничего этого и нет. И так у меня сложился литературный образ, что пускай там, где я сейчас живу, не играют флейты, эльфийские флейты, то есть, да, вот эта божественная красота. Но ведь где-то есть края, где такую музыку слышат, где она действительно звучит. Сказка утверждала явную красоту всего и говорила, что несмотря на боль, несмотря на трудности, мир всегда будет неизъяснимо прекрасен, наполнен красотой неба. И в нем, как в сказке, есть счастливый конец для служащих добру. Как говорил Гэндальф, нам уготована случайная встреча. Я открыл для себя еще в юности сказки Джона Толкина. И вместе с ними и молодежное движение толкинистов, которое было похоже на такой вот живой театр посреди леса или в какой-то квартире, там, где толкинисты собирались. Чтобы читателю было легче ощутить тональность этих ролевых игр, тех лет, 90-х годов, начала 2000-х, сейчас это сделать сложно, потому что теперь, ну, уже давно толкинисты разделились на три направления, так называемые ролевики, файтеры, есть еще реконструкторы и, собственно, толкинисты. То есть тех людей, которые приходили в 90-е годы, потому что их восхищал евангельский свет, льющийся со страниц сказок Толкина, их сейчас, наверное, уже совсем мало. И одни редко ездят на игры, а, может быть, не ездит тут почти никто. Но вот это вот ощущение евангельской красоты, проникающей через сказки в нашу жизнь, его, наверное, действительно легче выражать произведениями искусства. Я сейчас приведу вам одну песню, которую написал один из московских толкинистов по прозвищу «Всказочник». Те, у кого ни днем, ни ночью Ни здешний звездный свет в глазах Разбросаны поодиночке В шумлевых душных городах Привычней собственной квартиры Важнее всякой суеты Для них все тропы в странном мире Куда заносят их мечты Из ту дорог пройти несложно Не жалко многое отдать Чтоб только встретить тех, с кем можно Быть понятым и понимать С кем все мгновения бесценны Сердца и руки горячи Слова и песни откровенны Как пламя трепетной свечи Но время мчится неуклонно И встречи нам не навсегда Стоят свободные вагоны Как серой гавани суда Прощальный миг светло и больно Мечты и песни в голове И раздается на перроне На море, на море На море это на языке Квене, эльфийском языке Значает прощай Поэтому действие происходит на перроне Когда толкинисты уже с игры Из леса разъезжаются по своим городам По разным странам Для меня в свое время В 2000 году на одной из игр Было таким потрясением Встреча с девушкой Бенестрелем Которая ночью играла эльфийские песни Тогда впервые я их и услышал Эта игра называлась Сельмариллион 2000 И красота песен соперничала с красотой девушки И звала к высоте души Все это тогда было для меня Человека еще не знавшего храма Почти, можно сказать, даже религиозным переживанием Потому что когда Потом действительно пришли другие эльфы И я их видел То я понимал, что здесь нельзя даже фотографировать Настолько я чувствовал религиозность этого момента Потому что если вы придете, допустим, к старцу К Паисе Афонскому, к Эмилиану Вафидису Если вы чувствуете Бога У вас не поднимется рука сделать фотографию Вы будете в трепете, в предстоянии И вот в таком ощущении я был Когда ночью пришли на игру эльфы Это было религиозное переживание Потому что оно вело к очищению К очищению от рождающимся От соприкосновения с подлинной красотой Помню, что когда я встречал на игре эльфов То мне всегда казалось неуместным Любое земное попечение Не только в игре, но и в жизни И если, пусть даже на бумаге Существует прекрасный эльфийский идеал Настоящести То именно он и является смыслом И, как говорил себе фонзотворник Именно туда влечет нас Своим воздействием дух Первые толкинисты Сыграли свою игру в 90-м году Это были люди Многие из которых я знал С которыми ездил на игры С которыми общался Эти люди собрались тогда, в 90-м году и позже Потому что ощутили свет Льющийся сквозь сказку Толкина В этот мир В мире Средиземья хотелось жить И хотелось быть Это ощущение В сочетании с желанием Чтоб наш мир был таким Каким он описан в книге Рождало игру По крайней мере в первые десятилетия Ну вот 10-15 лет Движения толкинистов Потом в движение Стали приходить другие люди Которым уже не был так дорог Этот свет Они его не искали Но искали вещей каких-то внешних По отношению к этому Допустим реалистичности сражений Что-то подобное вообще происходит со всеми И произошло со всеми Молодежными движениями Земли И с хиппи, и с рокерами, и с панками И с кем угодно Есть да некий светлый момент К которому тянется молодежь Этот момент В нем есть что-то евангельское И потом этот момент конечно уходит Потому что нет силы Которая бы его поддерживала Тем не менее, благодаря именно этому стремлению к свету И родилось большинство молодежных движений У Клайва Люиса есть строчки И где истоки этого блаженства Мало кто понимает Мало кто осознает Хотя бы потому что для этого нужно приложить колоссальную душевную силу Чтобы открыть для себя Что тот свет, который сейчас греет нас И греет в искусстве В книгах В молодежном движении В дружбе В творчестве Это лучи того великого света Который открывается верным во Христе и в Церкви В СССР Книги Толкина В неурезанном виде Появились как раз примерно к 90-му году 20-го века И первая ролевая игра Турн состоялась в 90-м году Многие из ее участников были членами тогдашних клубов любителей фантастики Некоторые из них приехали издалека Совсем издалека Даже из Челябинска и тому подобных Новосибирска Это было время Когда впервые за 70 лет советской власти Стали печататься запрещенные ранние произведения Я помню как вышли Цветаева, Гумилева, Мандельштам Все, о чем нельзя было и помыслить Что это вообще когда-то будет напечатано в Советском Союзе Но напечатано это было И все же Толкин попал под запрет Точнее под сокращение текста Как раз сразу после того, как вышел первый неурезанный том Хранители То есть властин колец, да помните, делится на три части, три тома Деление это не толкиновское Его придумал и в издательстве Аллен и Анвин Потому что боялись, что такая большая книга не будет продана Разделили на три части И вот значит хранители Первый том был издан А потом оставшиеся два тома пришлось ждать несколько лет Никто не знал почему Потому что да, в СССР вообще никто ничего толком не знал Но потом спустя время узнали, что же произошло Оказывается, что Рональд Рейган Известный борец с коммунизмом В одной из своих речей назвал Советский Союз империей зла Использовав как раз пример из Толкина Да, вы помните, Мордор это империя зла И толкиновский образ И тотчас готовившиеся в Советском Союзе к изданию два других тома властинных колец Были запрещены, точнее отложены Выход книг не состоялся И единственное, что было напечатано Это крайне сокращенная версия всех трех книг в одном томе Вы представляете себе, да, размеров на колец И все это вдруг втискивают в одну небольшую, в общем-то, книжечку Убрал оттуда все, что может дискредитировать Советский Союз Допустим, главу о скверненных обитания Моменты описания Мордора Ну и всякие другие такие вещи Где параллели с уродством советского тоталитаризма Были слишком очевидны Хотя Толкин не ставил себе целью писать аллюзию Он имел в виду не конкретно Советский Союз, когда писал о Мордоре Он имел в виду вообще всякую тоталитарную империю Всякую, да, ложную страну Всякую ложь мира Ну, а естественно, да, в такую формулу сложнейшую Как властинных колец, да, формулу мироздания Легко можно подставить, ну, необходимые переменные в каждом веке Да, и когда уже все и забудут Через сколько-то веков о Советском Союзе Как о страшном сне, и вообще о нем будут знать только историки, да Спустя, допустим, пятьсот лет или тысячу Будут какие-нибудь другие, да, жуткие страны Которые будут весьма похуже на Мордор Тем не менее, книга вышла Это был момент, когда СССР прекратил свое существование И тогда властин колец читали буквально все Есть два таких интересных исследователя Груздева и Калмыкова, и они в своей книге Хоббит. Путь в Россию пишут Польствование было воспринято как формулировка общечеловеческого императива Публикация трилогии совпала с масштабным читательским кризисом Политические события отвлекали аудиторию от книг, живописи, театра И приковывали ее к экрану телевидения Политизированность в СССР и в СНГ достигла своего апогея Именно на рубеже 80-90-х годов Однако трилогия, как, пожалуй, никакая другая книга Стремительно разошлась, хотя тиражи ее были по-советски большими Вы помните, да, эти тиражи были по 100 тысяч экземпляров По 200 тысяч экземпляров, а в то время как это был советский тираж стандартный А в это время уже остальные книги печатались тиражом, допустим, 3000 экземпляров Ну, как и сейчас В 90-е годы во главе интеллектуальной иерархии оказался не писатель, как раньше А политик, бизнесмен, менеджер Новое отношение к жизни не предполагало сложных нравственных подходов Поисков духовного пути, морального выбора Требовалось быстро реагировать, мобильно приспосабливаться Владеть методиками и приемами пиара Отсюда неизбежное следствие На всех формах культуры возник налет упрощенности, попсовости, китча И вновь получилось, что властелин колец сильнее социальной аудитории Толкино читали люди разной социальной принадлежности Однако в большинстве случаев небогат Нужно понимать, да, что это было И тогда, когда, допустим, у первоклассников спрашивали учителя, учительницы Ну, учителя не бывают в школах, только учительницы Когда учительницы спрашивали в школах первоклассников в 90-е годы Кем вы хотите быть А то половина мальчиков говорила, что она хочет быть бизнесменами А вторая половина говорила, что хочет быть ракетерами Девочки тоже говорили, кем они хотят быть Но это я в эфире не назову Потому что меня слушают девушки благородные И, может быть, даже дети Вот, но все эти вещи, да, кем хотели быть девушки, девочки и мальчики Они все сводились в заработку А книги английского сказочника сделали для русской аудитории того времени То, чего не могли сделать ни другие книги Ни местное телевидение, ни убогий кинематограф А именно, в обстоятельствах, где все общество Весь бывший Советский Союз заговорил о том, что единственно значим в мире золотой телец В этих обстоятельствах сказки английского профессора Утвердили несомненность и несменяемость добра и зла Вне зависимости от того, что об этом говорят в очередных новостях Или в очереди в магазине, или в газетах Приведу пример диалог из сказки «Лосин колец» И правда, спохватился Эомер Как это я позабыл, что когда кругом чудеса, то и сам себе лучше не верь Ведь все на свете перепуталось Эльф рука об руку с гномом разгуливает по нашим лугам Они видели волшебницу золотого леса И ничего, остались живы И заново блещет предбитвенный меч, сломанный в незапамятные времена Прежде чем наши праотцы появились в Листании Как же в эти дни поступать и не оступаться? Да как обычно, отвечал Арагорм, добро и зло местами не менялось Что прежде, то и теперь Что у эльфов и гномов, то и у людей Нужно только отличать одно от другого в доме у себя Точно так же, как в золотом эльфийском лесу Сказка Толкина сделала для тогдашних читателей то, что, допустим, Николай Некрасов, поэт, ощущал в природе Что в природе, что в мире ощущали, допустим, древние греки Несомненность высшего начала Несомненность мудрости того, кто знает, как вести добрых к счастью Это индивидуальное религиозное переживание Очень древнее Оно идет еще от Адама и Евы И древние греки на древнегреческом языке Называли это слово тхамбус Это слово тхамбус является не просто греческим И не древнегреческим словом Но оно, это совершенно точно установлено Является заимствованием из какого-то догреческого языка И это заимствование указывает на невероятную древность понятия И стоящего за ним переживания Тхамбус означает ощущение трепетного, такого, знаете, почтения, благоговения Перед сверхъестественным Даже страха, ну страха не ужаса, а вот такого предстояния Как когда я увидел эльфов, я не мог фотографировать Потому что это было религиозное переживание Я за ними узнавал его Понимаете, о чем речь? Вот это есть тхамбус Древний грек смотрит на деревья, а узнает Бога Вот что такое тхамбус Этим словом греки обозначали не только религиозное переживание природы Но и переживание божественного присутствия вообще И в природе, и во всяком волнующем зрелище То есть смотрите, почему греки так любили свои трагедии И почему они так ценили театры Потому что когда они смотрели Сафокла, пьесы, Эсхила Они чувствовали тхамбус, они чувствовали за произведениями Которые играются в театре Высшее начало, его Точно так же, как я его почувствовал Когда увидел эльфов и эту девушку Которая играла свои песни Известный историк Специализирующийся как раз по Древней Греции Франсуа Шаму Пишет так Испытывая тхамбус, грек считал, что вступает в контакт с какой-то божественной личностью Понятно, что древние греки имени Христа не знали Но чувствовали они, конечно же, Бога в такие минуты реальны Так древние греки выражали свое предощущение христианской догматики Ведь чувство истины, и об этом писали древние отцы церкви Иустин Философ, допустим, Григорий Богослов, Максим Исповедник Чувство истины общее и у христиан, и у язычников Просто христиане знают об откровении, а греки древние не знали Но чувствуя, однако, наполненность мира, красоты и искусства Неким невыразимым присутствием божества Называя это чувство, равно знакомое и христианам, и язычникам, словом тхамбус Именно это чувство присутствия, этот оттенок высшего значения Это сияние евангельского света, неизвестное чаще всего по имени читателям Толкина Начало 90-х годов, оно так потрясало, оно так впечатляло Так раздвигало границы мира, которые сужали телевизионные новости Постоянно, с тех пор и до этой поры, вещающие в одной и той же тональности Все плохо, как все плохо Властелин Колец выводил читателей на иной план бытия Туда, где можно было услышать сказочника и поэта нашего мира И имеющие уши услышали Приведу теперь тот самый стих Некрасова, о котором я говорил В этом стихе Некрасов, атеист, человек неверующий Как раз и выражает тот самый Тхамбос, это слово тоже ему было неизвестно Потому что он не был специалистом по древней Греции Но он атеист, здесь выражает чувство божественного присутствия Почему? Потому что, допустим, как говорил блаженный Августин Ты создал нас для себя, и беспокойно метется сердце наше Пока не упокоится в тебе Итак, стих Николай Некрасов Надрывается сердце от муки Плохо верится в силу добра В нем ли в мире царящие звуки Барабанов цепей топора Но люблю я весна золотая Твой сплошной чудно смешанный шум Ты ликуешь на миг, не смолкая Как дитя без забот, без дум В обаянии счастья и славы Чувству жизни ты вся предана Что-то шепчут зеленые травы Горделиво струится волна В стаде весело ржет жеребенок Бык с землей вырывает траву А в лесу берак лакурый ребенок Вот кричит по Росковье Ау! По холмам, по лесам, над долиной Птицы севера вьются, кричат Разом слышно, напев соловьиные И нестройные писки галчат Грухот тройки, скрипение подводы Крик лягушек, жужжание ос Треск кобылок, простори природы Все в гармонию жизни слилось Я наслушался шума иного Оглушенный, подавленный им Мать природа, иду к тебе снова Со всегдашним желанием моим Заглуши всюду музыку злобы Чтоб душа ощутила покой И прозревшее око могло бы Насладиться твоей красотой Такие стихи Это неосознанная молитва души Вне зависимости от того, верит человек Явно или нет Это подобно тому, как великий актер Энтони Хоукинс сказал В интервью, которое он давал Ларри Кингу Что это я, говорит, человек неверующий Даже агностик Но, говорит, я глубже Дал понять, глубже своего вот этого неверия Чувствую, что есть в человеке тот То, да тот, кто отвечает на его молитвы Кто слышит его молитвы И когда мы слушаем такие слова Энтони Хоукинса Мы понимаем, что, по сути, здесь Он просто хочет сказать Что у него нет опыта Бога А Бог есть Иметь опыт Бога И да, и Бог есть Или не иметь опыта Бога И Бог есть Бог есть, это реальность Не зависящая от нашего опыта Потому что уже столько людей Узнало, что он есть В реальности, не в фантазиях Благодать Бога имеет тональность Одновременно это неслыханное торжество И тотчас, тут же Это дикий, на всескоре Человечное Такое личное милосердие И деятельная доброта И исцеление Эта тональность или есть, или ее нет Она, допустим, сияет в базилике Сан-Домбронжо в Милане Это древний православный храм Где лежат мощи Амуросия Миланского Там сейчас уже тысячу лет Служат католики Но базилика полна православия И даже неверующие люди В своих блогах, в инстаграмах Люди неверующие Как Энтони Хопкинс Они пишут об этой базилике Что это духовный центр Милана Там все не так, как во всей Италии Там все наполнено иным Это говорят люди неверующие Это и есть самый Тхамбос Чувство присутствия Бога Хотя люди по имени его не знают То же самое было у первых толкинистов Они шли играть ради Тхамбос Ради его Хотя по имени его еще не знали И наоборот Этой тональности может не быть там, где ее ждут Допустим, этой тональности Бога нет в очень известном Московском храме С великолепным названием Храм Христа Спасителя Хотя, конечно Отсутствие этой тональности Не мешает совершению литургии Людям важно быть чуткими К таким вещам Важно различать, где есть Бог А где его нет У попавших в пространство Бога Восстанавливается сущность Божьего ребенка Эти люди начинают творить и петь Почему толкинисты? Они хотели творить и петь Я вспоминаю, как, допустим Однажды мы возвращались с Лариолью От старца Дионисия Коломбокоса Мы ехали по Греции На семиместной машине С нами было еще пять спутников Которые попросились с нами Ну, точнее, четыре спутника И одна студентка наша замечательная И вот, значит, мы сели в эту семиместную машину Большую Едем в обитель Креста В городе Фивы Фивы семивратные Такой древний город Которому много тысячелетий Там мы должны были в обители Креста Остановиться на ночлег Ехать было долго Несколько часов И вернуться мы должны были уже затемно И вот, а ехали мы, повторюсь, от старца И в машине наши спутницы Те, кто с нами ехали Они делились впечатлениями Как старец мудро решал их жизненные вопросы Как он им помог Как он их вдохновил А потом они неожиданно все начали петь И рассказывать стихи И они сами поражались тому, что они делают Они вспоминали город золотой Они вспоминали песни о Куджаве И друг другу говорили Что с нами? Мы 20 лет, 30 лет не вспоминали Ни стихов, ни песен Что такое? И тогда моя мудрейшая Из живущих Лариоль сказала Что это вот как раз и есть Все то высокое Что в вас всегда было Но оно было глубоко запрятано Для вас неявно А Бог через старца Дионисия Вас коснулся И высвободил из ваших сердец То, что там было А было там поэзия, свет, радость То есть Бога сыновства Бога дочернее Вот это, да, явление Когда вы дочери и сыны Господни И все с ней согласились Потому что это так и было И сказка «Ластерин колец» Толкина Она вводит читателей в пространство благодати И это порождает ни с чем Несопоставимое желание Писать стихи, песни, рассказы Изнутри мира Толкина Ведь Средиземье на самом деле Это наш с вами большой мир Глядя на который зрением сказки Мы видим его более зорко И более верно И приведу несколько песен Образцов ролевого творчества Толкинистов Каждая из этих песен Будет сопровождаться Моей небольшой личной историей Первая песня Она называется «Баллады на смерть Сэма Гэмджи» Вы помните, Сэм Гэмджи Это слуга Фродо Эту балладу я услышал на компьютере В аудиофайле Были тогда такие файлы MP3 Они только появлялись Услышал я у товарища Толкиниста Которого звали Глеб В те годы Прийти к кому-то в гости Для меня значило скрыться От постоянного гнета Который происходил дома От этого тиранства Которое я испытывал дома Потому что я был устремлен к небу А этого некоторым людям не хотелось И конечно Когда тебе дома Год за годом День за днем Минута за минутой И говорить, что ты ничтожество Недоумок и недоделок То найти поддержку Узнать, что в мире есть люди Которые хотят высокого И странного С точки зрения взрослых Это очень много Молодежь ведь редко Может оказать поддержку Другу-другу Но зато существуют Настоящие песни и книги И слушая балладу На смерть Сэма Гэмджи Я ощущал собственную силу пути Пусто в Лаулин-Дорлеане Путник, не задерживайся здесь Сон и явь смешались на поляне Для людей опасна эта смесь Не входи и не вдыхай столетий Не грусти о тех великих днях Что Эльдары, Эльдамара дети Увезли на белых кораблях Тлен течет с дерев зеленой пены Оседает патина на них Век ушел и мир, покрытый тленом Он оставил для детей своих А по Средиземью бродит лето А над Средиземью дивный день Но меня прозвали злым поэтом Потому что слышат в песнях тень Я гляжу на рухнувшие стены Я пою о тех великих днях Мир не знает, что посыпан тленом Мир забыл о кольцах и камнях Мир забыл и не проронит вздоха О своем величии былом Умерла великая эпоха За трактирным тисовым столом То есть сказка Тулкина является иконой Через которую небо льется в этот мир Одной из икон, через которые небо льется в этот мир И конечно небо безмерно больше Ложного людского общества И в ложном людском обществе Чистые души задыхаются А в сказке они ощущают Бога И видят каким мир будет Каким он должен быть Каким он уже сейчас в тайне растет Потому что в каждом отрезке времени В каждом на виновении пространства В тайне от людей растет царство небесное Сказка позволяет это видеть Вторая песня, которую я прочитаю Мне ее когда-то давно на игре Нам точнее на игре Спел один мой добрый знакомый Олег Куценко Прозвище которого было Патрик Одни над ним смеялись за его открытости Странности характера Другие за то же самое его ценили Родился он в октябре 1976 года Умер в 2016 внезапно от остановки сердца Когда он окончил университет Он ездил по Советскому Союзу Нигде не имел дома Нигде не имел постоянной работы Участвовал в толкинистских играх Останавливался у знакомых толкинистов Бывал в разных городах Вел образ жизни классического бродяги-хиппи Утожеслял он себя с эльфом из дома Феонора Пел под гитару редкие песни В частности ту, которую я прочитаю Лично знал многих толкинистов Которые начинали это движение в 90-м году Вообще знал всех толкинистов Наверное, которые только были из известных И очень хотел построить отношения с девушками Они у него, как правило, не складывались Умел быть добрым человеком Помню, когда-то я ездил с ним в Днепропетровск Чтобы познакомиться с одной Очень такой светлой толкинисткой Необыкновенной Хотел с ней подружиться И хотел поделиться переживаниями об этом Мы ехали с Патриком в одном купе И я спросил его Ты знаешь, зачем я поехал? Он говорит Ну да, из-за вот этой леди в желтой куртке И я увидел его в словах Сопереживание Которое вообще очень редко бывает на этой планете То есть он умел переживать другому Это большой дар Большой дар везде Куда ни приди В какое общество ни приди Он умер внезапно Умер, да, вот такой Как бродяга Толкинисты собрали деньги на похороны Его тело, насколько я знаю, сожгли в крематории А через некоторое время Небольшое, может быть, дней через сорок Примерное И другой толкинист по прозвищу Граф Увидел сон с этим человеком С Патриком И сообщил об этом сне Очень странном С точки зрения Графа На странице ВКонтакте Написав об этом заметку 11 апреля 2016 года И чтобы эта заметка не была погребена Под тысячами других заметок И в интернете Я вам ее прочитаю Итак, значит, вот что Граф пишет Дней через сорок примерно После смерти Патрика Мне сегодня приснился Патрик Это странно, потому что друзьями мы никогда не были Просто приятели, которые встречались на играх Сидели возле одного костра и пели одни песни Но еще более странно То, как он мне приснился Снилось мне, будто он приехал на фестиваль Чугун-Кон Где, кстати, я ни разу не был Скинул свои вещи Стою в коридоре и курю Открывается дверь и в нее заходит Патрик Такой, какой он был в последние годы Одетый в камуфляжный костюм С огромным рюкзаком на плечах От тяжести рюкзака он согнулся Подкатится по лицу ручейками Он его сдувает ртом Капли пота летят в разные стороны А некоторые застревают в топорщащихся устах И поблескивают Во сне я все это вижу в мельчайших деталях И даже чувствую запах вспотевшего тела Привет, граф, говорит он, отдуваясь Где тут регистрация на фестиваль? У меня от удивления чуть сигарета из рук не выпала Патрик, говорю ему, ты же умер Нет, не умер, говорит он Ты же видишь, что я здесь? Я живой А что тогда это было? Я читал, что ты умер Потом мне корум подтвердил Да это мои друзья так надо мной подшутили Говорит он морщась Злая получилась шутка На самом деле я живой Будто в подтверждение своих слов Он хлопает меня по плечу Сдувает с лица пот Который продолжает катиться по лгу и щекам И уходит искать регистрацию фестиваля Ну слава богу, что ты жив Думаю, я во сне выбрасываю потухшую сигарету Граф, кстати, неверующий Тут он вспоминает бога, да? Вот такой странный сон, пишет Граф и дальше добавляет И в нем есть еще одна странность По крайней мере для меня Когда я вижу сны, я почти всегда знаю, что это сон Если сон приятный, то я понимаю, что это сон Пытаюсь его продлить, развивать или изменять сюжет А в этот раз я был уверен, что это реальность И только проснувшись, я понял, что это мне приснилось То есть, да, здесь даже комментариев не нужно Да, душа явно пришла и сказала Да, другому, не задумавшись о боге, человеку Что, да что, я жив Все нормально, вот подумай об этом А вот как звучала эта песня, которую мне спел Патрик Это песня о двух последних эльфах, которые не уплыли в Валенор и Средиземье И остались здесь В этот лес, зеленеющий юной листвою, теплый дождь на рассвете Явился нежданно, под эльфийским плащом укрываются двое Не ушедших в далекие светлые страны Изменился наш мир, и однажды, быть может, нас по праву сметет Беспощадное время, светлый Аман, прости, ты прекрасен Но все же мы не в силах покинуть свое Средиземье К этим кронам, не знавшим огня и железа Мы ушли от дыхания жестокого века Мы, последние эльфы, последнего леса Где еще не вступала нога человека Только в памяти нашей далекие лица Не приходят из дальнего запада вести Наш народ не вернется, наш урод не продлится Хоть над нами рисунок все тех же созвездий Так обнявшись стоят и столетия без счета По тайной и чужой человеческой эры А над их головой за бортом самолета Глухо хлопает дверь звукового барьера Кстати, написал эту песню такой толкинист Которого прозвище было Таргилу И спели ее все время в Саратовской области Третья песня, которую я вам представлю Это песня, которую спела на 7-м релионе 2000 Вот та самая девушка Эльфийка Менестрель В тот момент, когда, как я уже рассказывал Я впервые увидел эльфов, ну, в игре Песня называется «Гимн Ассерианда» Прочь облака летят в небе жемчужный Блеск и серебро дождя Щедро нас дарит лес Сеткой хрустальных струн Ветви переплетены Кажется, мир так юн, что не узнал Войны там, где проходим мы Сколько хватает взгляд Реки грозой промыв, тонет в ночи земля Мокрым речным песком Прямо по облакам через весь мир пешком Держим мы путь в закат Море, янтарный дым, огненный небосвод Наши легли следы с края земли Вперед и в небесах Разлит этой дороге свет Лаурелина, лист, толпериона, ветвь Были мы или нет, припомнить мудрено Песня единый след Наш на груди земной Мокрым речным песком Словно по облакам Через весь мир пешком Держим мы путь в закат Как-то раз я пришел на собрание толкинистов Которое в моем городе проходило по средам И принес с этого собрания аудиокассету С записью группы Валинор По-моему это тоже какая-то группа из сибирска Запись 92 года Очень знаменитая среди толкинистов Песни Алой книги Частично это песни из книг Толкина Частично написанные авторами толкинистами Я пришел домой Это был тоже день напряженный По дому ходило тираническое существо Которое всех обижало Ну вот наконец оно заснуло Это существо Да и я лег Точнее сел Взял наушники Одел эти наушники И стал слушать И это был такой очень драматический И высокий момент Потому что тиран спал Наполнял дом да злым присутствием Но я сидел под звездами в наушниках И бог через песни Алой книги Говорил мне о счастливом конце Для всякого доброго человека И бог конечно же не солгал Только нужно быть внимательным к его голосу Как писала тоже одна толкинистка Райанел Цитирую Умереть не страшно Пока видишь свою цель Пока ты не решишь потерять себя Не страшно Если палач приходит за вами Главное Чтобы вы за кем-нибудь не пришли Песня Алой книги Ночной дозор Здесь нет никаких аллюзий С дурацкими произведениями Лукьяненко А тем более что песня писалась до того Как все эти произведения стали известны Ночной дозор Я слышу рох Тебе наверное снится Такая тишина вокруг Что странно Такой покой не любят на границе А за рекой это опять Туманно Я слышу рох Его доносит ветер Прислушайся И ты услышишь Что же Да нет Все тихо Я бы уж заметил Чтоб я проспал Такого быть не может Я слышу рох Сходи за капитаном Да нет Нельзя Он только что из боя И я его тревожить зря не стану Я слышу рох Послушай Что с тобою Мы все устали от ночей бессонных Если ты меня морочить в лес на крышу Ну что сейчас молчишь Неугомонный Я слышал рох Теперь Уже Не слышу Еще раз скажу О том Ради чего открывались эти книги Ради чего открываются книги Ради чего ходят В театр Ради чего Общаются с людьми Чтобы через все высокое Почувствовать Вот этот хамбус Присутствие Бога Бога истинного Бога счастливых концов Бога Который делает людей Сынами и дочерьми Вот как вот этот мой Близкий товарищ Толкинист Патрик Смотрите Да с точки зрения мира Сего он же никто Он просто бродяга Который Жизнь которого абсолютно не сложилась Но насколько он перед Богом Значительнее Всех вот этих мерзких Мальчиков-экономистов Которые Имеют хороший жизненный план И говорят свысока И знают Да и как им очаровать девушку И как купить Там Машину Или что-нибудь еще Но все они знают Кроме того Как быть людьми Все во всем Они разбираются Кроме сути А такие люди Которые ищут Которые Не согласны Принимать Ложное Людское общество За настоящее Такие люди Гораздо ближе к Богу И гораздо более Чутки к Нему И они-то И могут Сказками Неудачами Болью Пережить Что они Дети Дочери Сыны Господь И вот об этом Еще одна Удивительная Песня Столкинистов Которую Кстати узнал Совершенно недавно Но это Совершеннейший шедевр Ею я и закончу Огромный вокзал За окнами Игулки Провода Из бисера Ночью соткана Заденет фонарь Звезда А в летних Московских улочках Обронят О ней Смеясь По паспорту Просто дурочка По квенте Эльфийский Князь Усмешка Скользет Бесцветная И фразы В ответ Просты Усталость Земная Смертная Мы сами Сожгли Мосты Конспекты Тетради В клеточку И строчек Нездешних Вязь По паспорту Просто девочка По жизни Эльфийский Князь И на остановках Кажется В смешении Дождливых Дней Что солнце Вот-вот Покажется Но так же Идет За ней Не конь Благородно Огненный А рыжий Дворовый Пес И где там На карте Родина Давно уже Не вопрос Качнется Над лесом Облако Редеет Дорожка Луж Клинок По руке Подогнанный И друг И друг Фонтан 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 Автерион Рассыпется Канет В сон И трасса Как путь Вассириант Совьется Тугим Кольцом Насмешка Какие мелочи Чуть слышно Звучит аккорд По паспорту Просто Девочка По жизни Эльфийский Лорд Звучит аккорд Звучит аккорд Субтитры Звучит аккорд